В округе состоялась очередная встреча с жителями. На ней люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов. Об итогах расскажут мои коллеги. В Люберцах создана инициативная группа, которая будет собирать гуманитарную помощь мобилизованным и адресно её доставлять в учебные части, где люберчане проходят боевую подготовку. О создании группы рассказала Светлана Казакова. Её муж 8 октября добровольно пошёл защищать рубежи Отечества. Он у меня десантник. И, конечно, как только он узнал о мобилизации, он сразу откликнулся, готов защищать Родину, готова помогать нашим солдатам. Сейчас мы собираем информацию, кто где находится, я буду ответственная. А всё, что нужно, мы поддержим, мы докупим, мы вместе мы сила, прорвёмся. Ирина Кузнецова – участница клуба «Активное долголетие». Чтобы поддержать здоровье и физическую форму, посещает различные занятия. Особенно нравится плавание. Однако оплачивать полную стоимость посещения бассейна ей, как и многим долголетам, не по карману. Мы попросили администрацию, чтобы они подняли вопрос о социальной карте. Чтобы мы могли за свои деньги, но по социальной программе, покупать, например, на месяц абонемент. В любой фитнес-клуб. На встрече рассмотрели вопросы ЖКХ и благоустройства, установки светофоров, предоставление жилья очередникам и возможность заниматься спортом на школьных стадионах. По словам начальника управления образования Виктории Бунтиной, в округе с 6 утра до 22 часов для жителей доступны 18 универсальных стадионов. Все обращения зафиксировали и взяли в работу. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.